В конце прошлого года ко мне обратился глава администрации Малоярославецкого района с просьбой выделить землю из областной собственности в 8 километрах от поселка Детчина для того, чтобы построить завод, современное предприятие по переработке твердых водовых отходов. Я дал ему согласие. О проблеме утилизации ТБО в Калужской области не знает только Лениву. Совсем недавно городские и областные власти пытались привлечь в область московских инвесторов, которые обещали построить экологически безопасный мусороперерабатывающий завод вблизи поселка Детчина. Вот только детчинцам такая идея пришлась не по вкусу. Активисты поселка вышли на улицу с протестами. Да что говорить, практически провели вслед за Крымским свой собственный референдум местного значения. Их, впрочем, можно понять. С их улиц еще не до конца выветрился запах переполненного московским мусором Ерденевского полигона. Новые попытки власти вернуться к вопросу об утилизации стали предприниматься в декабре 2015 года. В интернете появилось письмо, в котором говорилось о намерении приобрести участок для организации полигона ТКО недалеко от поселка Юбилейный. Люди сполошились снова. Ведь данную информацию власть не обнародует и ведут свою деятельность скрытно. Вы сейчас загадите там и весь край отравите. И прекратите говорить, что это будет завод высшей категории. Никогда это не будет заводом высшей категории. Рыба воняла, гнила так. Ловили рыбаки. Есть невозможно. Оттуда слили. Мы сделаем, мы построим. Это строение пришло к нам сюда и дальше ушла вот эта вся вода. Значит, мы будем собирать подписи, мы будем проводить собрание. Что угодно. Жерело, конечно, больше касается. Да жерело, честно говоря, это вот как вынес ведро, помоев. Знаете, не себе, а соседу под забор. Мой дом подальше, а соседу поближе. И вот так вот туда ему. Вот так это получится. В отношении Калуги мы поступим. Если вдруг что-то мы здесь, как говорится, дозволим сделать. Сейчас на нас все смотрят. Вся Калуга, Северный, Кубяки, Байконур все смотрят на нас. Пусть Артанулонов там у себя строит. Где у него удача. Да. Вся Калуга против него, а все равно его избрали. Икола Колесей Стрельцов считает, что проблема такой реакции населения в плохой просветительской работе с гражданами. Правильно, все говорят, а мы не верим, что у нас будет хорошо. Нам всегда обещают одно, получается другое. Ну, хорошо, смотрим мы на это. Да, народ возмущен, да. Но возмущен чем? Во-первых, отсутствие информации. У него нет информации. Второе. Народ не верит в власти. Все говорят, что что бы там говорят, нам супер-пупер будет хорошо. Никогда у нас этого хорошо не будет. Будет плохо. Значит, нужно доказывать, во-первых, что это действительно, так сказать, соответствует экологическим требованиям. Вот это вот все, то есть экологического вреда не будет. Раз. И второе. Нужно доказывать или показывать, что власть готова отвечать за свои слова, за свои намерения. Готова отвечать. Вот вы говорите, что ничего не будет, а мы вам гарантируем. Как, я не знаю как. Также он считает, что работа по выбору участков под полигоны или строительство мусороперерабатывающих заводов должна вестись открыто. Вячеслав Горбатин, руководитель регионального отделения Новой народно-социал-демократической партии, 27 января 2016 года пригласил экологов, представителей власти, заинтересованную общественность обсудить за круглым столом пути решения мусорной проблемы. На удивление Вячеслава Александровича, за 20 минут до начала мероприятия в офис партии ворвалось 9 спортивно сложных молодых парней с черными пакетами, наполненными мусором, и свалили их у дверей Горбатина, загородив таким образом выход. Меня, конечно, удивляет то, что Артамонов, с одной стороны, призывает всех граждан принять участие в решении этой проблемы, а с другой стороны, когда мы захотели обсудить конкретные действия, то появляются эти молодчики с мешками и с криками вот тебе за то, что ты не мог решить. К сожалению, у меня не было никогда полномочий для решения этой проблемы. Если бы они были, конечно, они давно бы уже были решены. Кто и в чьих интересах устроил эту хулиганскую выходку, теперь будут разбираться правоохранительные органы. Лидер партии Сергей Кременев считает, что эта попытка запугивания со стороны мусорной мафии очередной раз констатирует неспособность Анатолия Артамонова организовать в области конструктивный диалог разных политических сил. Забежали, налетели, бросили и убежали. То есть как бы черные метки, черные пакеты, черная метка партии, горбатину и вам, наверное, всем. Там их было 10. Мешков, наверное, по мешку на каждого. Пусть они сами боятся этих мешков в обратку. Засидевшийся на своем месте губернатор не умеет включить в процесс поиска решений молодую региональную элиту. Очень жаль. Ведь России нужны новые прорывные идеи. Особенно в период падения цен на нефть. Надо слышать инициативу людей. Люди очень много предлагают дельных, но мы не всегда можем это услышать или пропускаем мимо ушей.